приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео расскажу вам про польских курв которые в раннем доступе с 11 сентября по 21 января у нас польские птшки в раннем доступе попробую вам эту информацию рассказать максимально доходчиво что вы все все поняли то есть 11 сентября у нас выходит патч 1.29 в нем заканчивается ранний доступ китайский и китайскую десятку с фугасницами можно просто уже докачать всем и рандом на десятках превратится фугасный цирк это одно дело второе 11 сентября также стартует ранний доступ на эти польские птш с 11 сентября по 23 октября можно будет выполнять задачи в четырех этапах эти этапы открываются постепенно через неделю то есть 11 сентября у нас первый этап доступен там 6 задач задачи простенькие как прошлый раз на китайцев там в основном все задачи накопительные ничего сложного будете просто играть они там сами выполнятся но некоторые задачки немножко с условиями надо будет под некоторые задачи возможно подобрать удобный танк но в целом ничего сложного также небольшие наградки там и когда мы получим восьмерку за жетоны прокачиваемую в раннем доступе из этой ветки или купим прям танк который тоже тут есть польская птшка нам откроется дополнительная голова тоже с задачами где нужно просто набивать опыт и там тоже есть наградки но просто бонус приятный и вот 11 сентября стартует первый этап через неделю второй этап открывается с заданиями через неделю еще и через неделю еще всего их четыре этапа по 6 заданий 24 жетона получается за каждое задание один жетон 24 задания 24 жетона до 23 октября можно эти задачи выполнять у нас есть 6 недель чтобы выполнить задачи после 23 октября начинается этап покупки жетонов я так понимаю он будет до 22 января когда выходит наш грандиозный большой патч самый большой в игре как сказала леста с 11 уровнем и остальной лобудой в этот период с 23 октября по 22 января можно покупать жетоны за голду поскольку бесплатно мы можем получить 24 жетона этого хватит чтобы получить танки с 5 по 8 уровень в этой ветке раннего доступа также у нас еще останется 3 жетона которых не хватит на девятку нужно будет докупить еще 11 за золото каждый жетон 800 лд 8800 золото если мы хотим девятку если мы золото не хотим тратить то ждем 22 января и мы сможем просто докачать эту ветку как обычную танчики получаются сами постепенно по очереди зависимости от того сколько жетонов вы получили ничего покупать брать не надо она сама будет появляться в ангаре как и прошлый раз я думаю я максимально доходчиво объяснил просто стартует 11 сентября почти 29 просто играйте в игру задачки простенькие сами выполняются жетончики сами получаются танчики сами появляются у вас в ангаре от того что вы получаете жетоны все там все автоматически все само даже пяти кантроп разберется единственно что там затычка с 8 на 9 уровень опять которая не нравится игрокам также там есть еще приписка о том что танки могут быть изменены в ттх без компенсации если танчики выйдут в начале сильненькие а потом их понерфит будет кому-то обидненько и кто-то будет плакать что кто-то задонатил играл в мбу а кто-то получил говно но в этой игре баланса танков особо нет поэтому жалобы на это все будут всегда также тут есть еще прям танк который можно купить и сразу откроется дополнительная глава с дополнительными заданиями и наградами там задачи чисто на опыт кажется по 10 тысяч опыта на набивать короче что это за птшки до 8 левела обычные птшки с 8 по 10 это птшки у которых есть турбо режим без турбо режима они едут 30 в турбо режиме они едут 60 также есть неплохая лобовая броня увн и почти у всех 8 градусов орудия вниз опускается кажется на пятом и седьмом уровне или на шестом и седьмом короче где-то там увн и вниз всем у двух танков у всех остальных 8 пробития хорошие точность плохая сведения хорошие стабилизация плохая лобовая броня хорошая с хорошими наклонами если играть через рельеф должно танковать также периодически в ветке на рубке там встречаются какие-то лючки небольшие которые не имеют особой брони но они небольшие если посмотреть на сайте collision модель то броня вроде как неплохая но тут броня во лбу 200 а у нас леста написала 220 то есть возможно у нас они выходят с броней получше стабилизация написано не очень но что там леста накрутила непонятно также еще очень быстро летит снаряд но эти танки типа штурмовые для ближнего среднего боя для игры от рельефа также у них еще не сильно много хп чуть чуть больше хп чем у бумажных пт-шек поэтому это все круто что у них есть лобовая броня но буквально пару пробитий хп уже нет также плохая стабилизация плохая точность будут нас подталкивать к тому чтобы мы поставили что-нибудь на точность что-нибудь на стабилизацию а хочется этому танку ставить досылатель закалку турбину либо досылатель закалку и что-то на стрельбу бои быстрые карт коридорных много броня лобовая есть ей нужно пользоваться скорость есть ей тоже нужно пользоваться но также играя через рельеф одно из самых обидно что вас будет встречать это как вы видите у всей ветки есть над гусеничной полки и когда вы будете через рельеф поднимать перед танка и пускать жопку ваши катки будут торчать вверх и вдоль катков вас будут пробивать все подряд поскольку брони там нет поэтому если играть рельеф то надо чтобы у вас торчала одна морда верхняя часть то есть ниже маски чтобы ничего не было видно иначе вас будут пробивать в катке также у десятки там еще лючок видно ну и у некоторых танков ветки тоже в принципе вот как то так вроде с виду неплохие танки но нужно на них поиграть и я очень сильно не люблю танки с плохой стабилизации поскольку точности в игре нет но все равно нужно сводиться хотя бы чтобы прицел был внутри врага а не на пол экрана особенно если мы едем играть активно и что-то будем выцеливать в изимых зонах особенно утяжей с плохой точности и плохой стабилизации стрелять не сильно хочется плюс к тому же у нас арта наша и без того маленькое количество хп будет очень быстро съедать но в общем посмотрим неплохое пробитие основным снарядом неплохое пробитие специальным снарядом хорошая скорость и хорошая лобовая броня в принципе вот какие-то такие плюсы мне нравится вот механика раннего доступа поскольку она просто на халяву за простые задачи раздает танки но когда ты доходишь до девятки ты втыкаешься в стену из золота и тебе говорят заплати либо говорят долго жди если бы я был бы обычным игроком я может и подождал бы но на блогере который для зрителя делает контент хочется получить и показать а здесь как будто бы вообще нет ограничений то есть можно в первый день закинуть на все жетоны золотом получить их взять девятку потом с девятки за чертежи свободки открыть десятку в первый день кататься на десятке поскольку тут нигде я не вижу что было написано типа вот десятка будет доступна только вот с того-то периода тут написано только то что заплати золото что получить девятку с девятки хочешь качайска хочешь ну я так понимаю с 11 сентября что ли будут прям танк продавать новую польскую пт-шку я не понимаю кстати вот фишки быстро скорость полета снаряда для штурмовых пт для ближнего боя но лучше пусть будет чем нет но смысла в этом не сильно много а вдаль у нас точность плохая и стабилизация но это не точно посмотрим что там леста накрутила но мне кажется в таком виде ранний доступ еще сильнее будет выпрашивать 8 800 золота чем в первом варианте где все равно десятка недоступна долгое время как будто бы а зачем нам закидывать золото если после девятки все равно делать нечего а вот сейчас когда после девятки ты можешь выкачать десятку как будто бы больше смысла что ты закинул голду а вот те кто не закинули голду у них вообще смысла нет ждать так долго аж 22 января это что-то прям жуть какая-то в общем и целом по мере получения каких-то новых танков буду их вам показывать пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик и радик красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока